Полное погружение в прошлое. Многочисленные взрывы, громкие звуки стрельбы и загубленные жизни. Вражеские атаки вблизи деревни Щатково следуют одна за другой. Красноармейцы проявляют настоящий героизм. Мужественно сражаются за переправу, которая соединяет берега Березины. По коже бегут мурашки. В далеком 44-м все это было жуткой реальностью. Вместо эффектной пиротехники, смертоносные бомбы. Реконструкция это новый метод. И не все его понимают, кто родом из старых времен. Потому что, я так думаю, что лет 30-40 назад реконструкция, наверное, была не очень нужна. Почему? У нас все живые герои были в семьях. Понимаете? Это были отцы, деды. И мы все видели перед собой их. Сегодня их нету. И их осталось очень мало. Этот новый метод, он работает сегодня. Нужно применять, возбуждать интерес к истории. Надо помочь людям сделать первый шажок. Надо заинтересовать их. И дальше они уже самостоятельно, я думаю, найдут связь со своей семьей, со своей историей. На поле боя съезжаются около 300 реконструкторов из Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии и даже Японии. В ход операции «Бобруйский котел» восстанавливают более 70 военно-исторических клубов. Здесь же несколько десятков единиц техники. Самолет Як-52, легковой автомобиль ГАЗ-67, грузовики «Опель Близз». В этом году удивляют сразу тремя танками Т-34 и ракетными залпами легендарной «Катюши». Это очень большой нахлыв эмоций. Это очень знаменательное событие, как и семейного масштаба. Мы сюда приехали с семьей, с женой, с сыном. Это увлечение, как машина времени. То есть, оно дает возможность погрузиться в ту эпоху, вот, в те времена геройские, когда люди сражались за идею равенства, братства. Скажу честно, великолепно. Я желаю Алексею Шульге, который именно вот в ответе за лагерь, за фестиваль, за реконструкцию. Лёшка на себя очень-очень много возложил. И он с этим справился. Большое ему спасибо. Спасибо всем тем, кто помогал ему. Битва за Щатковский мост становится завершающим этапом победоносного бобруйского наступления, которое предопределяет дальнейший стремительный успех операции «Багратион». Бойцы советской армии уничтожают 3700 вражеских солдат и офицеров. Свыше 4000 немцев берут в плен. В результате 8 человек получают звание Героев СССР. Звучат громкие аплодисменты и искреннее спасибо от зрителей. Всё очень понравилось. Всё было настолько реалистично, что эмоции просто переполняли. Спасибо большое за такую прекрасную организацию. Было очень интересно и страшно. Взрывы были очень сильно большие. И мне вообще понравилось. У нас тут в реконструкции участвует наш папа. Поэтому мы уже не первый раз присутствуем на таких мероприятиях. Было очень круто. Ну, серьёзно погружаешься, как будто в те времена. Военно-историческая реконструкция проводится уже третий год. В этот раз «Бобруйский котёл» собирает более 10 тысяч людей. Кроме зрелищной постановки подготовлена концертная программа. Работают торговые ряды и интерактивные зоны. Каждый желающий может познакомиться с бытом солдат, залезть на военную технику и пострелять из пулемёта. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.